Проблема дегенеративных заболеваний позвоночника в настоящее время в мире стоит очень остро. 85% взрослого населения планеты страдают этими проблемами. Большинство людей безуспешно лечатся консервативно, и связано это с тем, что хирургическое лечение показано только 15% больных, у которых имеется грыжа диска. Позвоночник несет опорную функцию. Состоит из позвонков, соединенных хрящевыми дисками, которые являются амортизаторами внешних нагрузок. Нормальный диск состоит из плотного фиброзного кольца и более мягкого пульпозного ядра на 85% состоящего из воды. Появление боли в спине связано чаще всего с разрушением межпозвонкового диска в результате дегенеративного процесса. Этот процесс может приводить к появлению трещин в фиброзном кольце и разрушению пульпозного ядра, либо к разрыву фиброзного кольца, выпадению грыжи диска с давлением нервного корешка и болевому синдрому. Кроме того, эти процессы приводят к появлению патологической подвижности в поврежденных межпозвонковых сегментах, которые усугубляют заболевание. У 10% больных, которые были оперированы с грыжей диска, развиваются осложнения. Связаны они с тем, что возникает рецидив грыжи и связано это с тем, что в позвоночнике имеется нестабильность в этом сегменте. То есть повышенная подвижность в телах позвонков. Для того, чтобы зафиксировать, для того, чтобы убрать эту нестабильность, используются специальные системы. Используются вот такие специальные винты, которыми фиксируются тела позвонков. Вот в собранном виде примерно эта система выглядит вот таким образом. Помимо того, что это очень серьезное хирургическое вмешательство, эта система еще и очень дорога. Эти проблемы можно решить с помощью специальных лазерных воздействий на межпозвонковые диски. Новый метод лазерного лечения хрящей получил премию Теодора Меймана за новое применение лазера в медицине и первую национальную премию призвания, присуждаемую лучшим врачам России и представителям немедицинских профессий за вклад в развитие медицины. Мы разработали новый подход, который позволяет активировать восстановительные процессы в хрящевой ткани путем специально подобранных режимов неразрушающего лазерного воздействия. Идея нового метода состоит в локальном лазерном воздействии на окружение клеток хрящей межпозвонковых дисков. Лазерное излучение подводится через иглу, введенную в пульпозное ядро. Облучается граница между поврежденными и здоровыми областями диска. И через 2-3 месяца в зоне облучения вырастает молодой здоровый хрящ. В результате лазерного лечения нестабильность исчезает и при этом позвонки сохраняют необходимую подвижность. То есть человек становится практически здоровым. Здесь вы видите фотографию диска кролика. Искусственно поврежденное пульпозное ядро после лазерного воздействия заполняется новой тканью. На этой фотографии вы видите диск через 40 дней после лазерной процедуры. Выросшая белая ткань представляет собой молодой гиалиновый хрящ. Эта больная страдает болями в шее, над плечах, между лопатками, головными болями, приступами головокружения на протяжении многих лет. Последний год эти симптомы усилились, что привело к резкому нарушению трудоспособности. При исследовании на спондилограммах обнаружена кефатическая деформация с развитием признаков нестабильности в поврежденном сегменте С4-С5. На МРТ видны протрузии дисков С4-С7 позвонков с их разрушением. Кроме того, на аксиальных срезах позвоночника и спинного мозга имеются явные признаки поражения спинного мозга. Операция проводится под местной анестезией. Прокол диска, введение и установка иглы контролируются рентгенологически. через иглу в полость диска проводится световод и производится лазерное влучение диска. Болевые ощущения у больной отсутствуют. Затем проводится пункция и облучение другого поврежденного диска. Здесь показаны три зоны облучения диска. «Ну хорошо, сейчас уже мы заканчиваем. Осколась по сведению Коля. Как сейчас вы себя чувствуете? Ощущений никаких? Неприятных нет? Головных болей нет? На данный момент нет. Ну тут осталась небольшая садница, после уколчика больше ничего. Она пройдет у вас быстро». «Как ваш самочувствие?» «Нормальное». «Нормальное, да? Ну и очень хорошо. Я думаю, что сейчас мы с вами начнем подниматься. Поднимаемся, садимся по стене». «Вот, холодно». «Да, хорошо. Голова не кружится?» «Голова не кружится». «Нормально? Нигде ничего не болит?» «Ну пока я не ощущаю». «Все, можно потихонечку вставать будет. И все будет нормально, завтра мы вас отпускаем домой». «Больного беспокоят сильные боли в пояснице, онемение и слабость в правой ноге на протяжении нескольких месяцев. Консервативное лечение не дает желаемых результатов. На МРТ видна большая секвестрированная грыжа межпозвонкового диска на уровне 4-го и 5-го поясничных позвонков с компрессией корешков больше справа». «Что ж, мы попытаемся вам помочь. У вас достаточно серьезные проблемы». «План операции следующий. После удаления секвестры и устранения сдавления корешка через дефект фиброзного кольца будет введен световод, через который мы проведем лазерное облучение диска. Это приведет к развитию регенерации хрящевой ткани и исчезновению дефектов фиброзного кольца, что будет препятствовать рецидиву грыжи». «Тут несколько вариантов. Вот один из вариантов, который мы хотим. Операция проводится под спинномозговой анестезией. Виден этап выделения секвестра диска с последующим его удалением. После удаления секвестра диска в полость диска через разрыв фиброзного кольца вводится игла, через которую будет проводиться облучение поврежденного диска. Здесь, на рентгенограмме, мы видим тела позвонков, введенные в полость диска игла, которые установлены у края фиброзного кольца. Показаны первая, вторая и третья зона облучения. Световод вводится в иглу, и в дальнейшем через него проводится облучение диска. После облучения первой зоны игла продвигается, и производится облучение второй зоны диска. И никаких ощущений. Отдохнул. Ну хорошо, отдохнул. Поспал все время. Поспал. Хорошо. Ноги отпустило, боли нет сейчас. Нет. Чего нет? Нет. А? Потому что ноги не пустило. Ну хорошо, вот прошло 2 часа. Как самочувствие сейчас? Отличное. Все в порядке, да? Да. Боли в ноге? Боли нет, но там поясница так немножко. Поясничек немножко болит. Боль в ноге исчезла, да? Да. Боль в ноге исчезла. Давай посмотрим сейчас, как ножки. Ну-ка, пошевелил к ногам. Вот. Ну что ж, чудесно все. Все замечательно. Спасибо. Хорошо, завтра, как договорились, значит, поднимаемся с Игорем Анатольевичем. Все будет в порядке. Через 3-4 дня домой. Я чувствую себя не только хорошо, а очень хорошо. Очень хорошо чувствую. Я возродилась к жизни. Возродилась. Хорошо очень. Я вспомнила, когда я приходила к вам, и, ну, говорила, самое главное, это мне нужно поднять мою маленькую внучку. Мне так этого хочется. А вы сказали, поднимите, поднимите. И я действительно ее сейчас поднимаю, ласкаю, а она довольно уже тяжелая. Ну, мы слава тебе. Да, да. Ну, выполняю ваши правила. Знаете, я поднимаю так вот, ее вертикально поднимаю. Понятно. То есть стараюсь позвоночник все-таки щадить. Беречь, беречь, да? Результаты проведенной хирургической операции через год после лазерной реконструкции диска позволили полностью убрать боль и восстановить самочувствие нашей пациентки. Больной оперирован нами в экстренном порядке с клиникой и грыжей диска, сопровождающей тяжелым болевым синдромом в спине с радиацией в ногу. Осмотр через 8 месяцев после лазерной реконструкции диска показал хорошие результаты лечения полный регресс болевого синдрома. На МРТ до операции видна большая грыжа диска с компрессией нервного корешка. Через 8 месяцев после операции в области дефекта пульпозного ядра обнаружена новая плотная ткань, фиксирующая тела позвонков. Прошло 6 месяцев после операции лазерной реконструкции диска. Больной чувствует себя значительно лучше, но все-таки при занятиях спортом и больших физических нагрузках остаются неприятные ощущения в поясничной области, без радиации в ногах. На дискографиях до лечения видно полное разрушение диска с разрывом фиброзного кольца. Через полгода после лечения большая часть полости поврежденного диска заполнена вновь образованным гиалиновым хрящом. Нестабильность исчезла. Скажите, пожалуйста, как Вы сейчас себя чувствуете? Прошел у нас почти год, да? Жизнь стала совершенно другая. Жизнь стала другая. Ну хорошо. Но вот те боли, которые были, головокружение, боли... Сейчас кажется, что это не поменяет. Прошли полностью, да? Полностью прошли. 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 Потенциальная опасность передозировки лазерного излучения связана с возможным перегревом хрящевой ткани в зоне лазерного воздействия, а также возможными побочными механическими и акустическими эффектами. Для определения оптимальных режимов воздействия мы использовали позвонки крупных животных и секционный материал. С помощью специально введенных термопар и акустических датчиков, а также тепловизора, мы контролировали тепловое поле внутри позвонка в области лазерного нагрева и в области нервных корешков и спинного мозга. Для широкого внедрения нового метода в клиническую практику необходимо обеспечить полную безопасность лазерной процедуры. Разрабатываемые нами различные варианты контрольной системы обратной связи, обеспечивающие строгую дозировку лазерного воздействия, основаны на измерении оптических, тепловых, механических и акустических свойств крещевых тканей в процессе лазерного облучения. В частности, в настоящее время мы разрабатываем оптоакустический метод диагностики, который позволит нам надежно контролировать температуру внутри облучаемого пульпозного ядра диска без введения внутрь диска каких-либо дополнительных датчиков. Важную роль при оптимизации условий облучения играет правильный выбор длины волны лазерного излучения. Выбранный нами волоконный эрбивый лазер на длине волны 1,5 микрона производства российской компании ИРЭПОЛЮС прекрасно зарекомендовал себя в процессе лабораторных исследований и клинических испытаний. Наши исследования показали, что важнейшую роль в обеспечении реконструкции межпозвонковых дисков играет оптотермомеханические эффекты, индуцируемые лазерным излучением хрящевой ткани. Одним из таких эффектов является образование микропузырьков, которые прямо наблюдались с нами на секционном материале с помощью эндоскопа, введенного непосредственно в облучаемое пульпозное ядро. Исследования структуры облученного хряща, выполненные методами микроскопии атомных сил, обнаружили появление микропор в объеме хряща, играющих важнейшую роль в механизме лазерно-индуцированной реконструкции хряща. Для усиления оптотермомеханических эффектов мы использовали режим временной модуляции лазерного излучения с определенной частотой, а также специальным образом выбранный режим перемещения и сканирования лазерного излучения внутри диска. Для исследования особенностей формирования температурного поля внутри диска, как в зоне лазерного облучения, так и вне этой зоны, мы применили тепловизор с хорошим временным и пространственным разрешением. В результате мы уточнили оптимальные температурные поля, обеспечивающие наилучшие условия реконструкции хрящевой ткани диска и одновременно не вызывающие сколько-нибудь заметного перегрева в области позвоночного канала, опасного для теплового повреждения нервных структур. Важной особенностью нашего метода является контролируемость процесса лазерного воздействия. Меняя режимы лазерного воздействия, мы можем целенаправленно, контролируемо выращивать различные типы тканей. Фиброзный хрящ, диалиновый хрящ, а также костную ткань. Эта микрофотография, полученная с помощью микроскопа атомных сил, показывает, как растут коллагеновые волокна костной ткани в зоне лазерного воздействия. В настоящее время мы продолжаем исследования, направленные на оптимизацию технологии и на расширение областей применения нового метода. Наша методика позволяет лечить достаточно большое количество людей с дегенеративными заболеваниями позвоночника и чрезвычайно перспективно в плане дальнейшего развития. Она позволяет в настоящее время лечить ту категорию больных, которым не могут помочь хирурги и, к сожалению, не могут помочь консервативная терапия. Кроме того, эта методика открывает новые перспективы в лечении сколиозов, в лечении тяжелых заболеваний дегенеративных суставов, потому что в суставах также имеется хрящевая ткань, которую достаточно эффективно можно лечить с помощью нашего метода. Те новые эффекты, которые мы открыли, по всей видимости, позволят нам приблизиться и к лечению патологии костной и позвоночника, и других костей скелета. Мы надеемся, что наша методика очень большому количеству людей принесет здоровье и счастье в жизни. Редактор субтитров А.Семкин